Майские праздники на носу, и многие наверняка захотят провести время на природе, готовя традиционный шашлык. Однако, если погода снова преподнесет сюрпризы, расстраиваться не стоит, ведь устроить маевку можно и в собственном дворе или даже доме. Для этих целей лучше всего подойдет электрогриль. Давайте вместе разберемся в его функциях и тонкостях выбора. Преимущество грилей в том, что мы можем с вами готовить любимые наши блюда в домашних условиях, везде, где есть розетка 220. Также одним из преимуществ грилей является то, что готовится там без жира. Скажем, это более диетическое, более правильное питание. Можно разделить на три основных типа грилей. То есть это кварцевые грили, это бесконтактные открытого типа и закрытого типа грилей. Кварцевые грили, как правило, более экономичны. При меньших затратах электроэнергии обеспечивается более высокая температура. Также они довольно безопасны, так как они быстро нагреваются и также быстро остывают, что уменьшает риск случайного ожога. Открытого типа грилей они, как правило, дешевле. И, скажем, остается такой эффект легкого дымка. Но минусы в том, что им нужна вытяжка. Остатки масла все равно жира попадают на тен. Тем самым появляется неприятный запах и легкое задымление. Желательно, чтобы электрический гриль был оснащен световым индикатором, лампочкой, которая будет отображать включенное питание. Оптимальным значением для приготовления стейков и других мясных блюд является мощность свыше 2 кВт. Если есть возможность выбрать модель с функцией поддержания заданной температуры, это будет правильным решением. Таким образом, если гости опоздают, они все равно смогут полакомиться горячим стейком. Закрытого типа или контактные грили имеют преимущество в том, что они легко моются. Как правило, в большинстве моделей съемные пластины. Множество моделей имеют подбор формы в зависимости от толщины продукта и выбор температур в зависимости от типа продукта. То есть это рыба, там, допустим, 200 градусов, мясные продукты в районе 170 градусов или бутерброды в районе 140 градусов. Очень полезным дополнением является регулировка высоты ножек и крышки. Если конструкция включает в себя подвижные шарнирные соединения, это тоже плюс. В данном случае можно будет готовить в закрытом электрическом гриле овощи, целиком не нарезая их. Если же вы желаете готовить пищу без масла на пару, покрытие должно обязательно быть антипригарным, иначе вкусное блюдо сделать не получится. Устройство должно обязательно иметь защиту от перегрева, что сделает гриль пожаробезопасным. Обычно во всех новых моделях такое дополнение присутствует. Одним из преимуществ грилей любого типа является их компактность. Можно брать с собой на отдых, дача, да и в пределах квартир можете себе побаловать любимыми блюдами. Также не забудьте обратить внимание на материал, из которого сделана крышка гриля. Обычно это либо термостойкий пластик, либо металл. Приобретать себе такого помощника по кухне или нет, решать, конечно же, только вам. Ведь самое главное различие в том, что запах и вкус приготовленных на электрогриле продуктов не сравнится с рыбой или шашлыком, сделанных на углях.